Алексей Александрович, подскажите, в интернете появилась запись разговора двух мужчин, как пишут анонимные телеграм-каналы. Это ваш разговор и главы Преображенского сельсовета Котегова. Это действительно так? Да, мне многие звонили, стали говорить, говорили о том, что вышло, увидели эту запись, нашли в интернете. И я ее тоже нашел и прослушал. Да, это запись, наша была запись. Там действительно разговор ваш и Котегова, Константина Котегова. Да, разговор был, у меня состоялся разговор с Константином Котеговым, с главой Преображенского сельсовета. Когда этот разговор примерно по времени был? По времени, это еще начало весны, это апрель месяц этого года. 2023-го. 2023-го года был. Алексей Александрович, ну действительно, удивительные вещи. Там Котегов говорит о финансах, говорит об управлении организацией, дает вам определенные, ну не совсем законные указания, какие-то рекомендации, как действовать. Это действительно так? То есть он фактически какой-то период времени управлял предприятием? Да, изначально пригласил он меня здесь работать исполнительным директором, но и фактическим руководителем был он. Вел дела все он. Кроме каких моментов, таких заключения договоров, делал я сам по его указанию. То есть он меня направлял в определенные организации заключать договора, я выполнял эту деятельность, не вникая в финансовые дела нашей фирмы, нашей организации. То есть в какой период времени, получается, Константин Котегов, являясь главой Преображенского сельсовета, распоряжался деньгами организации? Период приблизительно 8-9 месяцев. Это с 2022? С 2022 по 23 март месяц. В марте у нас взгляды разошлись. Я был против каких-то финансовых махинаций. Тоже записи внимательно прослушал. И я понимаю, что с вашей стороны-то вы и осознали, что фактически вас Константин Котегов хочет подставить, оставив вас с долгами энергосбыту. Да, к большому сожалению, так и произошло. Он стал меня выгонять на период времени. Тот период времени, когда у нас была задолженность перед энергосбытом порядка трех с небольшим миллионов. И хотел эту фирму, как он мне объяснял, банкротить. То есть у него было так сказано, лишь бы сказать, банкротить. То есть я так понял, что он хотел эту фирму оставить с долгами. И учитывая свои интересы на выпадающие министерские деньги. То есть получить все выпадающие доходы, которые положены. Да. Отчасти, ну, какую-то часть, не все. То есть, ну, как это ему было виднее. Я был против этого, и мы как бы разошлись. Я его и перестал пускать, допускать, как исполнительный директор в обращении с финансами. Поставил белую зарплату всем. В то время, как он вел серую зарплату под моим руководством. То есть, у нас, в общем, с того времени это можно проследить. С марта месяца идет, ведется нормальная, правильная бухгалтерия. Скажите, по вашим прикидкам, сколько из финансов организации перетекало в карманы Константина Котегова? Я могу сказать, он в то время брал деньги из кассы для обналичивания серой зарплаты. Конкретно я ждал от него 300 тысяч, должен был унести он в кассу. Он ее взял, не вернул. Мне сказал, что это его компенсация за все время. Это после того, как мы, можно сказать, как он покинул нашу организацию, управление нашей организацией, благодаря моему сопротивлению к нему. Плюс он взял себе подарок на Новый год, ноутбук за 120 тысяч, который должен числиться на предприятии, его нет. Он у него в личном пользовании. Ну, порядка подсчетом там еще есть. То есть, если смотреть, можно еще найти. Ну, мое предположительное подсчет ориентировочно все вместе около 800 тысяч. За 8-9 месяцев работы организации. Организация, еще раз, она чем занимается? Расскажите. Наша организация занимается обслуживанием сетей. Ресурсно-снабжающая организация. Доставляем услуги отопления, тепла, горячей воды, холодной воды, водоотведения. То есть, населению. Еще скажите, очень интересный момент, где Котегов вас учит и говорит о том, что в этой жизни надо делиться. Как вы считаете, занимаясь такими вещами на территории сельсовета, сам Константин Котегов с кем делился? У меня предположений никаких нет. Я даже не могу предположить, кто может быть в этой роли, как говорится, его компаньоном или напарником. Я видел просто это его личное убеждение, его личная цель. Я увидел это, со временем увидел, что он занимается этим ради обогащения, собственного обогащения. И предположительно, не могу даже представить, потому что вокруг нас очень много порядочных людей. И даже не могу ни на кого подумать плохого. Скажите, как ваши отношения выстраиваются с руководством самого Ачинского района? Есть ли там понимание, поддерживают, мешают вам работать? Что там происходит? Да, в сложившейся ситуации мне Ачинский район, могу их поблагодарить, они мне оказали поддержку. Я обращался по этому поводу. Благодаря управлению строительства, меня тоже оказали поддержку. То есть, был мне дан совет, чтобы я обращался в правоохранительные органы. То, что я и сделал. Скажите, как население относится к работе вашего предприятия? И готовите ли вы котельную сегодня и водоснабжение к новому отопительному сезону 2023-2024 года? Да, идет все по плану графику мероприятий по ремонту теплотрасс, замена задвижек, замена линий водоводов ХВС. Идет все по плану. И где-то местами даже мы перевыполняем этот график. В меру того, что необходимость, есть необходимость, чтобы зайти в отопительный сезон благополучно. Ну, то есть, жители могут быть спокойны, несмотря на всю сложившуюся ситуацию сейчас с Константином Котеговым. Вы продолжите работать, будете отстаивать интересы организации и жителей ваших абонентов. Да, мы стараемся, мы идем к этому, мы работаем на благо населения, чтобы у всех было все в порядке. И тепло, и была доступная вода, и качество воды. Как вы считаете, вот такой человек Константин Котегов, он достоин занимать ту должность и представлять интересы жителей Преображенского сельсовета? Да, мое мнение, такие люди не должны быть на таких постах. Ему, ну, как бы, мне видно то, что он хороший предприниматель и бизнесмен. Вот его направление в той сфере, это мое сугубо личное мнение. Но не политик и не государственный человек. Не госслужащий и не политик.